Компания Apple, буквально недавно в начале марта продемонстрировала миру очередные новинки. Само собой презентация не могла обойтись без интересных новостей. К сожалению, прямая трансляция в связи с санкциями была заблокирована для России за день до ее релиза. Но в последний момент ее все-таки сделали доступной. Главной новинкой стал обновленный iPhone SE 3, оснащенный мощным процессором A15 Bionic. Его устанавливали во все айфоны 13-го поколения. Помимо мощного железа новинка будет продаваться в США за 430 долларов. Конечно, в связи с реальной обстановкой в России данную цену трудно назвать приемлемой. Но с точки зрения разницы между топовыми айфонами и айфоном SE, можно однозначно сказать, что это будет самая доступная версия из всего современного разнообразия айфонов, которые будут выпущены в 2022 году. Несмотря на все заявления инсайдеров о дизайне нового поколения SE, смартфон получит классическую и уже всем знакомую оболочку от iPhone 6. Данная модель была выпущена 6 лет назад. Уже всеми забытые и даже в какой-то степени неприемлемые моменты, связанные с огромной рамкой, одной камерой и сенсорной кнопкой со сканером отпечатка пальца Touch ID, все это будет воссоздано в новом поколении айфона SE. По сути, это реинкарнация прошлого поколения айфона SE, выпущенного в 2020 году, за единственным исключением, наличие более мощного и энергоэффективного процессора. Цвета модели также останутся в рамках прошлых концепций, белый, черный и красный, ред продукт. С учетом топового процессора данный айфон SE 2022 года, еще долго будет оставаться актуальным. Но вот насколько он будет востребован покупателями, это большой вопрос. Если вспомнить провальный опыт продаж айфона SE 2020 года, есть огромная вероятность, что данную новинку постигнет подобное учесть. Виной тому может послужить не только старый дизайн, но и низкая автономность устройства. Конечно, можно надеяться на то, что более энергоэффективный процессор сможет поднять время работы на более высокий уровень. Но скорее всего разница будет не столь значимой, чтобы на это можно было как-то делать акцент. Также смартфон получит противоударное, закаленное стекло, как и у айфон 13. Стандарты связи будут расширены до 5G, основная 12-мегапиксельная камера будет такая же, как и у айфон 8. Единственное, что она возможно как-то по-другому раскроется, благодаря более мощному процессору. Например, с A15 Bionic хорошо работает новый, современный, динамический диапазон Smart HDR 4, который позволяет делать один снимок на базе нескольких последовательно отснятых фотографий. Также будут доступны новые стили фотографий и другие возможности. Официально айфон SE 2022 года будет доступен для покупки с 18 марта, а предзаказ возможно оформить уже с 11 марта. Стоимость смартфона в России ожидается в районе 500 долларов или более 50 тысяч рублей. Также стоит отметить еще одно обновление, которое касается айфона 13 и айфона 13 про. С 18 марта они поступят в продажу в фирменном зеленом цвете Alpine Green.